Ведение Авдия Книга пророка Авдия, 1 глава, с 1 по 14 стих. Ведение Авдия. Так говорит Господь Бог о Едоме. Весь услышали мы от Господа, и посол послан объявить народа. Вставайте и выступим против него войною. Вот, я сделал тебя малым между народами, и ты в большом презрении. Гордость сердца твоего обольстила тебя. Ты живешь в расселенных скал, на возвышенном месте, и говоришь в сердце твоем, кто не зринет меня на землю. Но хотя бы ты, как орел, поднялся высоко и среди звезд устроил гнездо твое, то и оттуда я не зрину тебя, говорит Господь. Не воры ли приходили к тебе? Не ночные ли грабители, что ты так разорен? Но они украли бы столько, сколько надобно им. Если бы проникли к тебе обиратели винограда, то и они разве не оставили бы несколько ягод? Как обобрано все у Исава, и обысканы тайники его? До границы выпроводят тебя все союзники твои, обманут тебя, одолеют тебя, живущие с тобою в мире, ядущие хлеб твой нанесут тебе удар. Нет в нем смысла. Не в тот ли день это будет, говорит Господь, когда я истреблю мудрых ведоми и благоразумных на горе Исава, поражены будут страхом храбрецы твои, Фиман, дабы все на горе Исава истреблены были убийством. За притеснение брата твоего Иакова покроет тебя стыд, и ты истреблен будешь навсегда. В тот день, когда ты стоял напротив, в тот день, когда чужие уводили войско его в плен, и иноплеменники вошли в ворота его и бросали жребий о Иерусалиме, ты был как один из них. Не следовало бы тебе злорадно смотреть на день брата твоего, на день отчуждения его. Не следовало бы радоваться о сынах Иуды в день гибели их и расширять род в день бедствия. Не следовало бы тебе входить в ворота народа моего в день несчастья его и даже смотреть на злополучие его в день погибели его, не касаться имущества его в день бедствия его, не стоять на перекрестках для убивания бежавших его, не выдавать уцелевших из него в день бедствия. Размышления. Часть первая. Авдий. Книга пророка Авдия, первая глава, с первого по четырнадцатый стих. Особенность книги пророка Авдия в том, что она самая короткая в Ветхом Завете. Цель ее написания – предостережение дому и провозглашение наказания, которое придет на него за то, что он причиняет вред Божьему народу. Авдий, чье имя означает «слуга» или «поклонник Бога», получает задание передать это послание эдомитянам, потомкам Исава и кровным родственникам Израиля. Бытие 25, 19, 27, 45. Вражда между Исавом и Иаковом длится уже долгие поколения. Эдомитяне известны как грубые жестокие войны. Живя в труднодоступной горной местности к югу от Мертвого моря, они чувствуют себя настолько недосягаемыми, что возгордили. Стих 3. Как старший брат Исав должен был прийти на помощь Израилю, но он стоит безразлично наблюдая, как того уничтожают. В чем вы ищите силу, что придает вам чувство уверенности, успех, деньги? Бог дал вам благословение, чтобы вы могли благословлять других, а не быть безучастными. Размышления, часть 2. Причина предупреждения. Книга пророка Авдия, 1 глава, с 10 по 14 стих. Суд, который неотвратимо грядет на Эдом, вызван его гордостью. Он заботится только о своем благополучии и успехе и игнорирует в опыле Израиля. Эдомитяне могли бы использовать свою силу, чтобы защитить израильтян, своих младших братьев, но из-за многовекового родственного конфликта они наоборот радуются поражению Иакова, стих 12. Возможно, вы находитесь в положении человека, который помогает другим. Известная строчка из комиксов о человеке-пауке звучит так. С большой властью приходит и большая ответственность. Порой люди так сосредоточены на своем продвижении, что игнорируют нужды окружающих. Но однажды Бог призовет нас к ответу. Бог не лжет. Когда-нибудь Он придет судить мир, и всякое зло будет наказано. Притесняли ли вас когда-нибудь за вашу веру? Бог по-особенному относится к своему народу. Он защитит вас от стрел врага. Укрепитесь и уповайте на Бога. Молитва. Дорогой Господь, Благодарю тебя за то, что мне больше не нужно бояться осуждения, потому что Христос взял его на себя и освободил меня. Я больше не буду полагаться на себя, но взирать лишь на тебя, Господь, чтобы обрести утешение и уверенность. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. 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 Иисус Христа. Аминь. Продолжение следует...